Всем привет! 17 мая, понедельник вы на канале про деньги и рынки. Давайте в этом коротком обзоре обсудим новость по поводу иранской нефти, посмотрим валютную пару доллар-рубль и график нефти, что нам подсказывает графики. Итак, начнем с новости по поводу иранской нефти. Вот Bloomberg сообщает, что якобы Иран уже готов в любой момент нарастить объемы добычи нефти плюс экспорт нефти и может буквально за 3 месяца увеличить экспорт, доведя до 4 миллионов баррелей в сутки. Эта новость, конечно же, она пока что, на мой взгляд, рынком никак не отыгрывается, поскольку, если мы глянем на, собственно, рынок и на график, то торгуется он на отметке в 68,6 долларов за баррель. Но, с другой стороны, мы пока что, вот на момент записи обзора, а московское время у нас 12 часов дня и 20 минут, тем не менее, не видим продолжения вот такого вот восходящего движения, которое мы наблюдали еще 14 мая. Но там у нас вопрос был связан с трубопроводом в США, мы эту тему утром обсудили. И это движение вверх пока что не находит своего продолжения. Поэтому, я полагаю, что через какое-то время, конечно, рынок будет переваривать эту новость, поскольку в Индии пока ситуация крайне сложная, еще там по поводу спроса на нефть все под вопросом. А ситуация с распространением заболеваний, по крайней мере, вот в Индии и вообще вот в этом регионе еще сложная. То есть, там не решен этот вопрос, вакцинация еще не дает своего нужного эффекта. Поэтому, в этом смысле, конечно же, так называемый риск-фактор еще сохраняется. С точки зрения графика, конечно же, и здесь мы можем с вами еще констатировать еще одну вещь. Вот как мы с вами несколько раз с вами упоминали, 70 долларов за баррель – это некий уровень сопротивления. Конечно же, его все этот уровень видят, не только мы, но и все участники мирового рынка нефти, ни много ни мало. Этот уровень пока остается еще не пробит. Соответственно, здесь мы с вами наблюдаем некоторую остановку. И что мне еще начинает смущать в этом смысле, так это развитие такой вот небольшой, но тем не менее, на мой взгляд, показательной дивергенции. Дивергенция, конечно же, это дело такое, знаете, относительное с точки зрения тактического трейдинга. Каждый к этому по-разному относится. Но очень часто дивергенция нам дает некоторую подсказку. В чем, собственно говоря, суть. То есть мы, глядя на этот график, можем с вами предположить, что это тактический и технический максимум, от которого можем все-таки увидеть более глубокую коррекцию, которую мы с вами можем увидеть, ну, например, в район 64-62 доллара за баррель вполне может быть. То есть для этого нам необходимо что сделать? Нам необходимо пробить вот этот вот локальный восходящий канал на уровне 66,8-66,4 примерно вот на этом диапазоне. Если мы сами его пробиваем, то вполне можем уйти в район 62-64-62 вот в этот вот уровень. И тактически, да, вот график об этом нам подсказывает. То есть технически это возможно. И возвращаясь вот к этой новости по поводу иранской нефти, то в этом смысле это будет некоторый, на мой взгляд, драйвер, да, то есть для такого движения. Поскольку, еще раз повторимся, в Индии все пока нехорошо. Ситуация с пандемией по миру тоже пока еще достаточно относительно. То есть мы не можем полностью говорить, что вопрос закрыт. Ну и соответственно в этом смысле риски по поводу спроса, они в частности сохраняются в Азии и на другой территории, ну допустим в Европе. Соответственно вот эти новости, они лишь только, понимаете, такое некоторое напряжение добавляют на рынок нефти. И единственное, что может здесь более-менее уравновесить эту историю в плане спроса и предложения на нефть, так это добыча в США. Поскольку мы с вами знаем, что в США там несколько другая ситуация, там сланцевики и традиционная добыча нефти, которая занимается компанией, испытывают некоторые трудности в части инвестирования в добычу, в развитие мощностей. В этом смысле, конечно же, может быть какая-то, какое-то равновесие мы с вами можем найти. Но, опять-таки, в США это не быстрый процесс, все равно там добыча постепенно растет мелкими, но шагами, тем не менее, мы с вами это можем констатировать, несмотря ни на что. А если добавляется нефть, то, как заявляется в новостях, Иран за буквально за три месяца может увеличить на 4 миллиона баррель в сутки. Теперь, подводя некоторый итог, если мы с вами вернемся на валютную пару доллар-рубль, то в этом смысле здесь, конечно же, тактически у нас появляется некоторый, на мой взгляд, может быть не то чтобы уровень локальный, а по поводу спекулятивных покупок доллара США. Да, этот локальный уровень как раз-таки вот в данный момент времени он таковым и является. Более того, если ниже посмотрим, в районе 73,7, 73,9, все что ниже 74, технически это может быть некоторым локальным уровнем, еще раз повторюсь, для покупок доллара со спекулятивной точки зрения, не более того. А что касается более такого стратегического подхода с валютной парой доллар-рубль, то хотел бы обратить внимание вот на такой вот момент. Да, вот этот вот торговый коридор, который мы с вами видим, начиная еще с декабря месяца, то есть у нас была волна покупок еще в прошлом году, затем у нас волна покупок была уже на конец начала 2021 года и буквально вот первая декада 2021 года, то есть вот эти зоны у нас покупок. Это с одной стороны, а с другой стороны у нас ведь есть и зоны продаж, зона продаж у нас как раз приходится на более активное как раз-таки вот на период апрель-начало мая, то есть мы с вами видим, что вот именно в этот период у нас достаточно были немаленькие продажи, но и при этом эти продажи, они знаете, более похожи как на сдерживающий фактор, да, для того, чтобы рубль у нас не начал падать более стремительными темпами. То есть подводя итог ко всему сказанному, зона 73, 73,5 это зона поддержки, пробитие которой пока что еще, ну по крайней мере здесь мы не наблюдаем. То есть единственное, если мы пробиваем, следующая тактическая цель у нас будет приходиться на уровень, давайте посмотрим, в район 71,6-71,5 рубля за американский доллар, опять-таки в случае пробоя. Но, если мы с вами на эту неделю закроемся в положительном ключе, то есть доллар у нас вырастет по итогам текущей недели, то вероятно всего мы все-таки пойдем на отметку 76, то есть давайте сейчас посмотрим, как будет разрешаться судьба с нефтью, с валютной парой доллар-рубль и там уже будем принимать решение. Все-таки тактически я больше склоняюсь, что мы будем отскакивать от этого уровня и пойдем именно в сторону ослабления национальной валюты и в сторону наоборот удорожания доллара США. Но спекулятивно здесь будут крайне такие скромные цели, которые, еще раз повторюсь, будут находиться в районе, диапазоне 76-75 рублей за американский доллар. Но опять-таки, как будет разворачиваться, конечно, ситуация, она более-менее будет подтвердена в ходе текущей недели, поэтому следим за историей, подписывайтесь на канал, комментируйте и дальше будем оценивать текущую историю. Ну а фундаментально пока что, вот предполагая, что нефть корректируется, а рубль у нас падает. Вот такие вот главные выводы. На этом все, спасибо за внимание, до встречи в следующих обзорах, пока.